Всем привет! Вы смотрите новости студенчества. С вами я, Анна Глазунова. Итак, сегодня в выпуске. Как в Казанском федеральном университете отметили День российской науки. Ученые КФУ знают, как обработать сельскохозяйственные отходы. В Казанском университете ведутся исследования в области онкологии. Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки. В рамках его празднования в Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное собрание. Подробности вы узнаете в следующем сюжете. 8 февраля в Академии наук Республики Татарстан состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня российской науки. В мероприятии приняли участие члены Президиума Академии наук Республики Татарстан, сотрудники институтов Академии, а также представители вузов и научной общественности Казани. Я прежде всего хочу всех нас поздравить с этим замечательным днем, Днем науки и пожелать нам всем хорошего здоровья, крепкого здоровья, ибо задач перед нами было поставлено достаточно много и в послании президента Российской Федерации, в его указах и поручениях президента нашей республики. Мероприятие продолжилось с ручением государственных и ведомственных наград Республики Татарстан. Праздник завершился честованием лауреатов именных премий Академии наук и награждением лучших молодых ученых Академии наук Республики Татарстан. В День российской науки 8 февраля молодые ученые поздравили ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Подробности встречи смотрите в следующем сюжете. 8 февраля прошла встреча ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова с молодыми исследователями. Ассоциация молодых ученых поздравила ректора КФУ с Днем российской науки. 8 февраля стало известно, что этот день утвержден как День работников высшей школы и науки. Продолжение о создании такого торжественного дня внес Ильшат Гафуров. Ректор поделился с присутствующими планами по развитию научной сферы университета. Он отметил, что планируется появление новых направлений в области медицинской науки, агронауки и национального образования. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. В коллегии Министерства здравоохранения Татарстана были продемонстрированы новые возможности Казанского университета. Образец виртуальной хирургической операционной. Подробнее о современных технологиях обучения наш следующий сюжет. В Академии наук Республики Татарстан состоялось итоговое заседание коллегии Минздрава Республики с участием президента Татарстана Рустама Миниханова. Ректор КФУ Ильшат Гафуров презентовал Рустаму Миниханову систему виртуальной хирургической операционной, с помощью которой будущие хирурги смогут проходить подготовку благодаря технологиям виртуальной реальности. В ходе объединения возможностей двух институтов КФУ, Института фундаментальной медицины и биологии и Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем, специалисты создали инновационную методику обучения хирургическим навыкам с использованием технологии виртуальной реальности, технологии фиксации движения рук, с получением обратной связи в формате высокореалистичного 3D-тренажера. Казанский университет уже несколько лет внедряет в образование новые элементы, связанные с цифровизацией. Так, например, симуляционный центр КФУ оснащен различными инструментами для лучшего усвоения процесса обучения, включая модели травм и заболеваний. По опыту КФУ, японский университет Джунтенда решил создать уже свой симуляционный центр. Казанский федеральный университет является частью системы здравоохранения Татарстана, имея в составе университетскую клинику, которая не только оказывает медицинскую помощь населению, но и уделяет особое внимание обучению студентов-медиков. Валерия Муратова, Универ-Ньюс. Казанский федеральный университет ведет научные разработки в самых различных направлениях. Ученые КФУ нашли способ обработки сельскохозяйственных отходов. Как это будет применяться, мы расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет выиграл грант на создание технологии по переработке отходов животноводства. Размер гранта составляет 375 миллионов рублей на три года, где часть инвестирует индустриальный партнер. Им стала компания «Заинский сахар» – одна из самых мощных производственных площадок в России. Отходы животноводства обрабатываются при помощи пиролизной установки. Пиролиз – это разложение органических соединений при недостатке кислорода. Эта установка собрана сотрудниками федерального университета. Она предназначена для переработки куриного помета. Ну, можно другие отходы, но все-таки первоначально куриного помета. Ее особенность состоит в том, что эта установка работает в режиме слова, так называемого, пиролиза. И она является установкой роторного типа. За хранение таких отходов, в которых накоплено большое количество, предприятия обязаны платить государству. Проект КФУ позволит создать метод переработки этих отходов. Это является главной целью, однако переработанные отходы будут применены как сельскохозяйственные удобрения. А во время самого процесса будет получено пиролизное топливо. С помощью него установка сама может обеспечивать себя энергией. Сам процесс переработки занимает некоторое время. В эту реторту загружается исходный материал. Далее реторта вращается на очень медленной скорости. В печи, в камере в основной, достигается температура 400 градусов. Далее газы уходят в камеру дожига для экологических норм. А в самой реторте происходит нагревание без кислорода, что позволяет получить нужный нам качественный продукт. Полученное удобрение «Пироуголь» уже прошло полевые испытания, доказав свою эффективность. Если мы выращиваем на почве без каких-либо удобрений, у нас получается у чмья, если я не ошибаюсь, 16 центнеров с гектара. Если мы выращиваем с минеральными удобрениями 21 центнер гектара. Если мы выращиваем с пероуглём, у нас получается 26 центнеров с гектара. В будущем планируется испытание на больших полях. Казанский университет является одним из первых в России, использующих пиролиз для обработки куриного помёта. В мире для такой обработки используют сушку отходов. Однако пиролиз является более эффективным, поскольку сушка решает не все проблемы, которые могут возникнуть при применении. В отходах содержится множество вредных элементов для человека. Если мы эти необработанные навозы или помёты выносим на поля, геноустойчивость к антибиотикам начинает активно распространяться, передаваться бактериям просто почвенным, которые никогда с животными не соприкасались. Если человек дышит воздухом или съел немытую морковку, плохо помытую, в которых есть бактерии с этим геном устойчивости, он геноустойчивости переносит в себе в организм. Генная устойчивость сыграет свою роль при болезнях, поскольку лекарства перестанут быть эффективными при лечении. Артём Тупичкин, Александр Юдин, Лев Халиулин, Универ Ньюс. В этом году в Татарстане началась реализация национальных проектов, связанных со снижением смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. О том, как в Татарстане борются с онкологией, и как на этот вызов может помочь ответить Казанский университет, смотрите в сюжете. В Татарстане более 110 тысяч человек или каждый 35-й житель республики страдает от злокачественных образований. Ежегодно выявляется более 16 тысяч случаев этого заболевания, сообщает глава Минздрава РТ Марат Садыков. В подобной ситуации Казанский федеральный университет не может остаться в стороне. В Казанском университете создан Институт фундаментальной медицины и биологии, на базе которого проводятся прорывные исследования, не побоюсь этого слова, в области диагностики, ранней, сверхранней диагностики, на основе геномных данных, на основе клетчатых технологий. И накоплен огромный потенциал в фундаментальных и прикладных исследованиях в области биомедицины. Медицинский геномный центр представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, занимающуюся трансляционными геномными исследованиями. Здесь исследуются наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям, ведется подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов. Важно и то, что в данной лаборатории создана крупнейшая база данных в СНГ наследственных онкологических мутаций. На Волково-18 располагается наш медицинский геномный центр. Там есть и научная лаборатория, которая занимается трансляционными геномными исследованиями, оснащенные секвенаторами последнего поколения. Там мы исследуем наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям. Также в Казанском университете ведутся исследования в направлении индивидуального подбора лекарственных препаратов в рамках прецизионной медицины. Огромный плац исследований связан с онкологическими заболеваниями, в том числе с применением стволовых клеток. К сожалению, сегодня все яснее становится, что генетические различия людей, живущих в разных концах света, не позволяют нам создать единую панацею от онкологии для всего человечества, и зачастую те препараты, которые давно испытаны и работают за рубежом, не могут быть использованы для лечения местного населения. В том числе поэтому осенью 2018 года в КФУ прошла конференция «Постгеном-2018», на которой Казанский университет создал платформу для обсуждения проблем онкологии со специалистами со всего мира. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. Это все новости на сегодня. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.